Привет всем! Сегодня я покажу вам схему жутко простую, весьма забавную и очень полезную. Да, такие схемы часто показывают и рассказывать о них вроде бы нечего. Но я расскажу вам, что данная схема исполняет в себе функцию трех независимых устройств. Или зависимых устройств. Состоит она всего лишь из одного полевого транзистора, одного переменного резистора и конденсатора. Вот эти вот голубенькие резисторы, хотя вроде бы как в схеме и нужны, но на самом деле ставить их не обязательно. Они у меня служат как такие вот красивые держатели для вот этого маленького кондерчика. А батарейка, да, это тот самый секретный элемент, без которого схема конечно же работать не будет. Это радиатор для полевого транзистора. Ну, не нашел я свою медную пластинку и припаял полевой транзистор прямо к батарейке. Она здесь просто радиатор, да. Таких схем полно, их уже объясняли. То есть полевик всем хорош, у него через затвор ток не протекает. А значит можно выставлять этим резистором рабочую точку для этого полевика и пользоваться как вам угодно. Ну, проще всего это сделать регулятор тока. Вместо лампочки, конечно же, может быть вентилятор. Но сегодня регулятор тока я хоть и покажу, но только вскользь. А сейчас я прямо у вас на глазах из этой схемы сделаю, во-первых, реле времени. Ну, или реле, или схему отложенного пуска. А во-вторых, схему плавного пуска вот этого вот вентилятора. И делать-то я ничего не буду, даже паяльником размахивать не буду. Как работает регулятор тока? Мы сдвинулись в эту точку, открыли полевик, ток пошел. Сдвинулись в эту точку, закрыли полевик, ток не пошел. Все. Ну, а пока двигаемся, ток плавненько нарастает, либо убывает. А чтобы сделать из вот этой же штуки реле времени, или отложенного пуска, нам достаточно вот к этому проводочку, к этому проводочку, и к этому проводочку припаять какой-нибудь небольшой-небольшой кондерчик. Почему небольшой? Так вот, в том-то и прелесть полевика, что нам не нужно использовать здоровенные банки, такие, как мы бы использовали в случае биполярных транзисторов. Ведь через затвор ток практически не протекает. И вот этот вот конденсатор, который мы сюда поставили, в своем рабочем, так сказать, ходу, будет разряжаться именно через вот этот вот резистор, а не через затвор. Поэтому и емкость для него может быть маленькая. А в биполярном он бы разряжался и через резистор, и через базу, потому что на эмиттер уходил бы ток. Ну вот и все. Схема объяснена, похоже, давайте посмотрим, как она работает. Первый пуск, и сразу же демонстрируем реле, или как схему отложенного запуска. Я уже подал питание, на приборе мы можем видеть, что ток пока что никуда не идет, и вентилятор никуда не крутится. Придется подождать. Придется подождать чего? Придется подождать, пока через вот это вот плечо резистора зарядится вот этот конденсатор, который одновременно и заряжается, и разряжается именно через один и тот же переменник. Можно поставить было сюда парочку резисторов. То есть вместо переменника выбрать рабочую точку и установить сюда резистор, который будет заряжать конденсатор. Ага, вот процесс пошел, 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 пошел. И вот мы увидели, что через некоторое время наш вентилятор запустился. Он вышел на рабочие обороты. Чтобы это показать и доказать, мы можем сейчас продемонстрировать работу этой схемы, как схемы регулятора вращения оборотов. Давайте возьмем и снизим обороты. Но прежде чем снижать, давайте их выведем на максимум. На максимум. Вот я дал максимум. Максимум я дал просто подвинув вот этот вот движочек сюда. Минуя конденсатор, конечно же, затвор открыл транзистор. Транзистор полностью пропускает ток, и двигатель у нас крутится по максимуму. Давайте убавим оборотов. Выведем, так сказать, на рабочие обороты. А теперь убавим до минимума. Во-первых, сэкономим ток. Ну, а во-вторых, мы же сделали регулятор оборотов. Сработало, да? Только что я показал реле отложенного пуска. Только что показал регулятор мощности. Ну, а теперь давайте продемонстрируем. Давайте продемонстрируем в обратку. Тот самый плавный пуск. Ну, что такое плавный пуск? На самом деле, это как будто бы мы плавненько увеличивали ток для вентилятора в нашей системе. И он не резко стартовал, а плавненько. Ну, давайте нажмем кнопочку и посмотрим, как плавно будет вентилятор стартовать. Отпускаем кнопочку, это типа запуск. И плавненько нарастает ток, не резко, без всякого рывка. Если убрать эту схему, то когда мы запускаем такой вентилятор, сперва идет большой рывок, потому что обмотки вентилятора имеют малое сопротивление в начале. И большой ток пусковой. А уже потом переходит на режим нормальный. Это, кстати, можно попытаться продемонстрировать с помощью нашего же устройства. Вот я сейчас выведу его на максимум. То есть полностью открою полевой транзистор. И мы попробуем пронаблюдать, что будет, если мы будем запускать полевик в открытом состоянии. Ну вот он, тот самый рывок. Видите, да? Давайте еще раз покажу. Вот стрелочка стоит здесь. А вот я зафиксирую так карандашиком. Отпускаю. И она зашкаливает аж вот сюда. Именно от этого мы можем избавиться, если применим нашу схему. Вот немножечко сбавим здесь ток. И вот теперь что будет получаться? Сейчас будет получаться без всяких закидонов. То есть нет резкого всплеска, а идет плавненькое нарастание тока. Это хорошо для некоторых устройств. Кроме того, в этой схеме, как вы поняли, может быть не только вентилятор. Может быть не только лампочка накаливания. Тут, ну, желательно, конечно, не ставить им костные индуктивные нагрузки. Хотя индуктивные я разрешаю. Вот она, индуктивная нагрузка. Но не всякие. Для светодиодных лампочек и светодиодных лент такая схема идеально подходит для регулировки яркости и того же плавного пуска. То есть вместо вентилятора я мог поставить светодиодную лампу и она бы плавненько у нас загорелась. Ну что, ребята, просто, банально пользуйтесь. На этом все, ребята. Пока, до следующих встреч. Все гениальное просто.